Здравствуйте, дорогие друзья! Это мой внук Степан, большой любитель балалайки. У нас в семье вообще все любят музыку, все любят книги, поэтому нам никогда не скучно. У нас всегда есть тема для разговора. И вот сегодня тема нашего разговора – листья и корни. Но для начала мы послушаем басню замечательного русского баснописца Ивана Андреевича Крылова «Листы и корни». И эту басню прочитает нам Олечка. Прекрасный летний день, Прясая по долине день, Листы на дереве зефиром шептали, Валились густотой, зелёностью своей, И вот как о себе зефиром толковали. Не правда ли, что мы краса долины всей, Что нами дерево так пышное и кудряво, Раскизистое и величаво, Что было в нём без нас? Но право, хвалить себя мы можем без греха. Не мыть от зноя пастуха, Из странников тени прохладные укрываем, Не мыть красивости своей, Плясать сюда пастушек привлекаемых. У нас же раннюю и поздную зарёй Насвистывает соловей, Да вы зефир сами, Почти не расстаёте с нами. «Промолвить можно бы, Спасибо тут и нам!» Им голос отвечал сподземле смиренно. «Кто смеет говорить, Что ненагло и надменно? Вы кто такие там, Что так считаться с нами стали?» Листы на дереве шумязаны питали. «Мы те, — им снизу отвечали, — Которые здесь роются в темноте, Питаем вас! Уже ли узнаёте? Мои корни дерева, На коем вы цветёте? Красуйтесь в добрый час, Да только помните ту разницу между нас, Что с новой весной Лист снова народится, А если корень осушится, Не станет дерево, не вас!» Ну вот, мои дорогие, Послушали мы с вами басню Ивана Андреевича Крылова. И мне, конечно, хотелось бы услышать от вас, Как вы поняли смысл? Для чего Иван Андреевич написал нам эту басню? Что он хотел ей сказать? То, что без корней листов не видится. Правильно, умница. Степаша, а как ты думаешь, А корни есть только у деревьев, у цветов, у растений, Или у людей тоже есть корни? Ну да, у людей тоже есть корни. Это вот, допустим, у человека, Корни это его родители, бабушки, дедушки, Прабабушки, прадедушки. Это вот то же самое, что вот от корней же дерево идёт, Точно так же идёт от родителей, идёт, допустим, ребёнок. Правильно, Степаш. Молодец. И вот то, что Иван Андреевич Крылов сказал в своей басне, Народ выразил более коротко. Не растёт трава без корней, Гласит народная мудрость. И человек, неуважающий своих родителей, Дедушек, бабушек, предков своих, Своей традиции, веру, культуру, Он, как трава без корней, может высохнуть. Потому что наши корни – это те истоки, В которых мы черпаем радость и силу. Корни – это действительно очень важно. Вот как получилось у нас в семье. Занимала своё почётное место много десятков лет. Балалайка моего дедушки. И вдруг увидел её Стёпа, И захотелось ему около двух лет назад Взять её в руки. А как взял, так и не расстаётся теперь с ней. Поиграй-ка, пострадай-ка, Символ русской старины. Удалая балалайка развесёл их три струны. Вот опять смеётся, плачет, Перебором душу рвёт, В удалик ручину прячет, А как за сердце берёт. Светит месяц круторогой, Тройка мчится, Даль плетна. Три струны, Как три дороги, И судьба На всех Одна. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА